Как дела у всех, ребята? И Диди официально ответил на строчки трека Kill Shot, в которых говорится, что, возможно, он тот, кто заказал убийство Тупака. Как вы знаете, что когда вышел Kill Shot, многие люди были удивлены теми строками о Диди от Эминэма. Многие задавались вопросом, почему он решил атаковать Диди, но сейчас становится крайне понятно, почему он делает это. В треке Эминэм кидают бары. Выстрел на поражение, я не потерплю поражения, я все еще с доком. Но босс этого идиота хавает таблетки и говорит ему, что у него есть скиллз. Но, Келлз, ты сделаешь хит в тот день, когда Диди признает, что он заказал хит, чтобы Пак был киллд. И в конце Эминэм говорит, я просто шучу, Диди, ты знаешь, я тебя люблю, в форме шутки. Но многие восприняли это серьезно, включая Джей Электроника. Мы все знаем, о чем здесь говорится. Говорится о том, что Машинган Гелли не выпустила хита на лейбле Диди. Именно про это, в общем-то, говорится в строчках. Но также есть и правда. Диди подозревался в заказе на убийство Тупака детективами. Так что, согласно Джо Бадену, тот позвонил Диди, спросил, слышал ли тот киллшат, и, как оказалось, Диди слышал. И сказал Джо Бадену, что он позаботится об этом, что он разрулит Эминэма. Я думаю, тот последний бар достал, Паф. Я просто подозреваю, а то еще дерьмо. Не о чем подозревать, не о чем говорить. Паф сказал, что лично займется, он сказал, что я могу рассказать об этом. И на этом все. Да чей, Эминэму? Он сказал, не о чем говорить, я все решу. Точка. Итак, что имеет в виду Диди, когда говорит, что порешит Эминэма и позаботится о нем? Точно означает, что его задели те строки, что Эминэм намеренно атаковал его. Но Эминэм имеет на это полное право, потому что есть долгая история, и многие люди не в курсе за нее. Есть причина, почему Эминэм прямо атакует Диди. Что это может превратиться в Эминэм против Пидиди, вместо Эминэм против МГК. Я думаю, вот причина, по которой Эмм атаковал Диди, и я считаю, что это очень-очень веская причина. На Камикадзе есть три человека, которых Дисел Эминэм. И все трое этих людей спонсируются Диди. Первый, как мы все знаем, это Machine Gun Kelly. Он подписан на Bad Boy Records, это лейбл Диди, субподразделение Interscope. И в Kill Shot, как вы все знаете, Эминэм проливает свет на то, что МГК поддерживается Диди, что он финансово поддержал, как съемку видео, так и запись песни Rap Devil. Эминэм зол, что Диди имеет отношение к этому человеку и спонсирует его. Второй человек это Джо Баден. Многие не знают об этом. Джо Баден в настоящий момент работает вместе с Диди. Он на Ревоу ТВ, и это сеть Диди. Там есть его шоу State of the Culture, которое стало его недавно. Это второй человек, с которым у Эминэма проблема, который также связан с Диди, которого Диди спонсирует. И третий, последний человек, многие его пропустили, Чарлом Мэйн, The God. Как мы все знаем, он работает на Breakfast Club, и Breakfast Club также выходит на Revolta, это телевизионная сеть Диди. И также мы все знаем, что Шарлом Мэйн дал Эминэму титул ICO дня за альбом Revival. Итак, эта троица вся спонсируется Диди, у нее есть бизнес Диди. Так что есть смысл для Эминэма атаковать прямо Диди, почему бы не отрубить голову змею вместо того, чтобы атаковать его члены. Атаковать Диди, он тот, кто дает денег, он богатейший из них всех. Так что интересно будет, к чему все это приведет, и что подразумевает Диди под тем, что он порешит Эминэма. Может он сможет убрать его с некоторых платформ, может он поговорить с Интерскоп Рекордс, чтобы Эминэма убрали оттуда. Кто знает, у Диди масса связей, но он на том же уровне, что Эминэм, в том, что касается статуса. Не музыкального, конечно, я не говорю про музыку, я говорю про статус и про влияние Диди в теме уже долгое время, и у него тона влияния, так же как у Эминэма. Конечно, Диди не будет выпускать Дистрек, никто не хочет это слушать, даже если и выпустит Эминэм, уничтожит его ответом. Я говорю чисто про статус, и как вы все в курсе, 50 Cent также ненавидит Диди. Так что я уверен, что если дойдет до Эминэм против Диди, 50 Cent 100% пишется, он ненавидит все, что связано с Диди, и так было всегда. Может повториться ситуация 2003 года, когда Эминэм и 50 Cent батлили против Рекорд, Лейбла и Журнала, которыми сейчас станут Револ ТВ. Кто знает, возможно такой сценарий будет интересен, надеюсь, что ничего не выйдет из-под контроля. Конечно, мне нравятся соревнования, но вот насилия не хотелось бы. Итак, при всем сказанном, оставляйте комменты, я хочу знать, что вы думаете, к чему все это приведет. Интересно, что вы скажете. Я говорю, что вы скажете, что вы скажете? Что вы скажете?